Соловьиная ночь Загрустили мои пацаны Мои пацаны, мои пацаны Лица будто кому-то должны И, похоже, во мне довесаны Даже если не к черту дела Не к черту дела, ну и к черту дела Улыбнется, была, не была Жизнь одна нам дана Нам одна жизнь дана, это значит Береги минуту, время не теряй Где-то там впереди ждет удача Пацаны, пацаны, высшие коря Пацаны, пацаны, высшие коря Волны на море так высоки Ах, высоки А по морю плывут корабли Но пока что не видно земли Да только волны эти нам ерунда Наш капитан, он ведь с нами всегда Страны жаркие, держим мы путь Она должна пацанам отдохнуть Нам одна жизнь дана, это значит Береги минуту, время не теряй Где-то там впереди ждет удача Пацаны, пацаны, высшие коря Пацаны, пацаны, высшие коря Загрустили Загрустили мои пацаны Мои пацаны, мои пацаны Лица вот кому-то должны Ну-ка, кто здесь, кому мы должны Ах, мы разделим Должон пополам Потом пополам И еще пополам Улыбнемся, была не была И замутим такие дела Нам одна жизнь дана, это значит Береги минуту, время не теряй Где-то там впереди ждет удача Пацаны, пацаны, высшие коря Пацаны, пацаны, еще раз Нам одна жизнь дана, это значит Береги минуту, время не теряй Где-то там впереди ждет удача Пацаны, пацаны, высший коря Пацаны, пацаны, высший коря Пацаны, пацаны, высший коря Пацаны, пацаны, высший коря Доброй ночи! В гостях любимец народа разного по обе стороны океана Человек, которому давным-давно цыганка нагадала, что будет он знаменит Своей стороне его второй половине жизни Михаил Шафутинский Его песни обожал Юрий Никулин И кроме всего прочего, говорят, что именно их украдкой коллекционировал эти кассеты Нынешний президент Владимир Владимирович Кусин Я не слышал по поводу коллекционирования, но лично сам читал в аргументах и фактах, что он слушал их, когда учился, тайком слушал Это для меня очень приятно Вы прошли очень необычный путь Вы учились вместе с Аллой Борисовной Пугачевой Вас обоих не пускали на различные мероприятия Ее за мини-юбку, вас за длинные хайеры И как-то в вашей жизни все время всплывало не только джазовое наследие Но и то, что теперь называют шансоном, блатником Когда-то вы уехали в Магадан Вот откуда у вас эта любовь к песне, ну скажем так Которую народ поет по движению души, а не по заставлению денег сверху Ну да, то есть единственное искусство, которое народ слушает и поет добровольно А на самом деле образование у меня музыкальное, классическое Потому что я учился дирижирование, учился теории музыки Просто с детства Я помню себя еще пятилетним мальчиком Когда мама и папа, они учились в медицинском институте Собирались в студенческие какие-то круги Собирались какие-то гости Меня укладывали спать, но я засыпал под таганку Я засыпал Таганок Напомню, что в эфире Михаил Шуфутинский Вы можете нам дозвониться по прямому телефону Линия уже открыта, не отказывайте себе в этом удовольствии 215-13-79 и 748-14-25 Я вас очень попрошу, если вы сейчас случайно включили телевизор, не уходите Потому что буквально через 7-8 минут вы услышите премьеры песен Я не знаю, когда-нибудь после этого удастся ли на центральном телевидении показать эти песни Вряд ли Но то, что вы услышите, поверьте, я человек по-разному относящийся к песне Я слышал и рыдал Рыдал, вот как крокодил И решил после этого поменять фамилию Вместо Соловьева стать крокодилом Я не виноват в этом Я не хотел, чтобы кто-нибудь рыдал Но настолько они настоящие Настолько они изнутри Ну что ж, может покажем те песни, которые в конечном итоге Ведь еще вот что меня мучает Вот часто говорят, да, плохая музыка в блатной песне Ну это же вранье Ведь на самом деле просто люди английского не знают Они знают, что традиции джаза и блюза изначально тоже блатные Если угодно Это против общества, против социума Некий протест, конечно И, ну, как бы, кто не знает, кто не хочет знать, кто-то не знает А люди-то, на самом деле, вся Россия, большая Она ведь не разбирается, откуда корни Что так, что не так Нравится или не нравится Вот и все Вот и все Поэтому я, конечно, не спою сейчас песню, которую нужно рыдать Я, наоборот, спою песню мягкую Сейчас мягкая Да, это песенка из следующего альбома моего Который неизвестно, когда выйдет Надеюсь, что скоро Но раньше было такое Вернее, сейчас такое слово очень модно Тату Тату Это раньше было слово наколочка Вот про эту наколочку я спою новую песенку Буду подглядывать Потому что она еще никогда не исполнялась нигде За это спасибо За страсть отдельная Спасибо Ты на теле, не скрывая, носишь красоту Как ее ты называешь Кажется, тату Но свою рубашку не расстегиваю я Притаилась там наколочка моя Прошлась по коже Иголка, иголочка Как по душе потопталась судьба С тех пор осталась Наколка, наколочка И я забыл Да только нельзя Прошлась по коже Иголка, иголочка Как по душе потопталась судьба С тех пор осталась Наколка, наколочка И я забыл Да только нельзя Погуляла Погуляла Понад сердцем Тонкая игла Рисовала Синим цветом Храмом Купола Сколько Сердца Насчитала Этих Куполом Столько лет Платил я По счетам Моих Долгов Прошлась по коже Иголка, Иголочка Как по душе Потопталась судьба С тех пор осталась Наколка, наколочка И я забыл Да только нельзя Прошлась по коже Иголка, иголочка Как по душе Потопталась судьба С тех пор осталась Наколка, наколочка И я забыл Да только нельзя Две картинки Как две жизни Красота и боль И совсем другим Себя я чувствую с тобой Может быть Как глупый мальчик Я скажу Люблю Только это я Уже нигде Наколю Прошлась по коже Иголка, иголочка Как по душе Потопталась судьба С тех пор осталась Наколка, наколочка И я забыл Да только нельзя Прошлась по коже Иголка, иголочка Как по душе Потопталась судьба С тех пор осталась Наколка, наколочка И я забыл Петь по бумаге Потому что Они свежие Первые 215-13-79 И 748-14-25 Это наш Прямой эфирный телефон Джаз Блатная песня Как-то у вас Абсолютно Переплелись Сплелись в судьбе Народное искусство И то и другое народное искусство И то и другое народное Джаз я любил всегда Всю жизнь Потому что во-первых Он был запрещен Я там с 14-13 лет Всегда ночью Тихонечко Включал этот радиоприемник И слышал This is the voice of America Играл Джон Колтрейн И так далее Я это любил Люблю и буду любить Всегда Я играл А потом вдруг выяснилось Что песню Луи Армстронга Пела вся страна Не зная что-то Делитого джаза На Дерибасовской открылась А пивная А ведь это же вы Армстронга Да Было такое время Когда мы многого не знали Но ко многому стремились И как ни странно Тогда мы верили Как-то верили в светлое будущее Сейчас этого не наблюдается У многих молодых людей К сожалению Не наблюдается Но с другой стороны Не оскудила земля Русской талантами И я прочитал историю Которая меня Ну как-то удивила То есть к этому Как-то относишься Всегда скептически То есть вот когда Из глухого села Приходят И становятся академиком Думаешь Сказка Да это сказки Это мы слышали А тут в вашей жизни На полном Серьезе Случилась история Абсолютно фантастическая Сказочная Что это было? Было вот что Я давно не пел Писем Которые я пел раньше И я в поисках Каких-то новых песен Каких-то Материалов Рылся в своих архивах Ко мне пришло очень много Приходит очень много всего И вдруг мне На глаза попалась Такая Симпатичная папка Которая Как бы Вмещала в себе Целое послание На 112 листах Я думаю Какая симпатичная папочка Ну вряд ли я там что-нибудь найду Потому что Авторы обычно в таких Не присылают Красивых папках И вдруг я Открываю Начинаю читать Закрою Потом опять открываю И в общем я читал часа полтора Меня это потрясло Это было письмо ко мне Письмо из зоны Письмо Которое человек писал На протяжении 15 лет Это сложно передать Я надеюсь Когда-нибудь это будет напечатано Но стихи его Его лирика Меня так поразила И так потрясла Это настолько все искренне Это такая правда Правда человека Прожившего в неволе Сегодня у нас в гостях Будут братья Эти люди Которые Я привез Один из них поэт Другой Редактор Да И писатели Они пишут книгу И то что они пишут Это не текст Это действительно поэзия При этом высокая поэзия Вот мы сейчас Ненадолго вас покинем На рекламу А как только мы вернемся После рекламы Мы вам покажем Песню Которая Если я что-то понимаю В этой жизни Останется навсегда А сейчас реклама Доброй ночи В эфире Соловьиная ночь С Михаилом Шифутинским И двумя необычными Нашими сегодняшними гостями Братья Близнецы Александр И Владимир Я с ними говорил До этого В эфире Мы договорились На ты Вам ребят Так удобнее С далекого города Череповец С далекого города Череповец Ребят Как я понимаю Жизнь у вас была непростая Ну так случилось И В песне Которую Вот сейчас Михаил Захарович Покажет Кто написал Саша написал Да Саша То есть написал Саша Стихи Стихи написал Саша Фамилия у них Красивая Смирнов Но Известно они Как полярник Да Почему Почему полярник Ну Это прозвище Мне дали В лагерях За то что В свое время Сидел я в Магадане На Колыме А сколько лет стаж Общий стаж 18 лет А у брата 9 Всего на все Всего на все За что спрашивать не буду Не принято Ну на всякий случай Полярник Так Кличка полярник За то что Магадан Хотя полярный круг Он не имеет никакого отношения К Колыме Вот Ну почему-то Вот так Зэки решили Прозвали меня полярник Ну так оно и пошло Вот этот Этого полярника Я взял себе За творческий псевдоним Сейчас хочу Вот чтобы вы услышали Песню Чтобы было понятно Насколько Богата русская земля Талант Я спою Да Я пойду пока туда К микрофону Мне хочется Оттуда стоя Песню какую-то Никогда не пел На сцене Да учтите Это впервые Исполняется Песня в эфире И Я хочу сказать Что Присаживайтесь пока Чтобы было удобно Михаил Закарович Заходите в свет Да Чем песня Это мне Как бы Это на самом деле Это та первая песня Которую я увидел Когда Открыл эту книгу Меня потрясло то Что Это настолько искренне Что все остальное Что сегодня происходит Как бы Большинство То есть много людей Думают что поют Два одной песни Не минималисты Все что мы слышим В этом жанре Как бы На мой взгляд Меркнет по своему По своей значительности Я буду конечно Подгадывать слова Потому что И песня очень такая Первое исполнение Да Песня называется Я поеду на юг Саша и Володя С премьера Ах какой белый снег Ах какой белый снег За окном Сколько ж вышек Стоит в этом царстве Снегов окаянном Зябкий лагерь Нахохлившись Словно уснул Белым сном И как будто Он кружится В замкнутом Круге стеклянном И уж есть ли Такое видение Мне выпадет вдруг И знакомые скажут Да он уже освободился Я поеду на юг Я конечно Поеду на юг Я когда-то на юге Когда-то на юге родился Я сойду на перрон Позабытый своим городком Я сниму свою шляпу Сниму свою мятую шляпу По здоровью с кем-нибудь С кем-нибудь С кем не знаком С кем не шел Никогда С кем не шел Никогда По этапу Я хочу Подержать на ладонях Простой виноград Я хочу Приласкать на груди Свою старую маму Я как буду там рад Я там буду так рад Не стану тянуть Ни туза Ни пиковую дам А этапы идут на восток Все идут на восток И мелькают одно за одним Все похожие лица От страны лагерей Материк так далек Так далек До Охотское море С свинцовым туманом дымится Я не знаю за что Навсегда полюбил Магадан Да в Ногайевской бухте Затертый льдинами баржи Так зачем же порой Достаю из-под нарт чемодан Я до времени стал Суетлив И, наверное, старше Не хочу я в бараке Ни с кем Ни о чем говорить Мы с годами становимся Здесь Молчаливы Но ночами встаю И все чаще иду покурить И спиной Острочувствую Больших-то взглядов Пытливых И не скрыть от себя И не скрыть Этот липкий сгук Что навеки Повязаны все В белом чертовом круге Но мне надо на юг Мне так надо Так надо на юг Я хочу умереть Я хочу умереть Лишь на юге Ах, какой белый снег Ах, какой белый снег Ах, какой белый снег Браво Александр, когда вы написали эту песню? Стихи Десять назад Лет десять назад Ощущение, что у вас Филологическое образование Откуда такой слог? Что это, Володя? Миша, присаживайтесь У меня образование Восемь классов Как и у брата Вот А все остальное Что у нас есть в голове Это самообразование С детства нам Отец с матерью Привили любовь к литературе К русской К отечественной К классике К зарубежной Вот Вы как-то совершенно Не веритесь Представлениями О расколотых Прокуренных Всех таких На понтах Вот как в кино показывают На шармирах, да? Не такие, да Дело в том, что Бывшие уголовники Не обязательно должны быть С небритой бордой От них не обязательно Должно пахнуть Перегаром И так далее То есть в лагерях Особенно в то время При блаженной памяти Савдепии Полно было в лагерях Вполне нормальных Здоровых Полезных для общества людей Вот Вот сейчас мы кстати Используем В частности Ваш талант по назначению Потому что Когда попросил Сашу Прочитать стихи Он сказал Я нет А вот Володя Хорошо читает У меня к вам просьба Можете прочитать Русь 2000 Чтобы Потому что часто говорят Ну вот музыка Скрашивает Я прочту Но Володя Ей Богу Меня не надо Перехваливать Я не чтец Я читать не умею Просто я люблю Читать Сашкины стихи Лично я Володя Вообще не умею Писать стихи Это не значит Уметь их читать Ладно Пушкин Я абсолютно не умею Вот Дело в том Что я крепко волнуюсь Поэтому у меня шпаргалка Хорошо Итак Русь 2000 Шла тяжкою дорогой На зло огню Дождям Отняли храмы В Бога Раскламилась Вождям Варила щи без соли К чужим Всегда добрей Искала вольной воли Расстрелами царей Трудилась дружно С копом Не складывая рук Спасала люд Европы От марша В Ровенсбрюк Бывало и веселье Ни танго И ни твист С привычного похмелья Рослась Как мокрый лист И как бы До назорка Не стихли Все враги Все та же Хлебокорка И те же сапоги О Русь Вернулись храмы Раскрашены кресты Чего же Вечной драмы Полна Как прежде ты Да Миша Когда вам попали В руки Стихи Самородка Что случилось Там много всего Очень интересного Там не только Как бы Лирика пропущена Через призму Заключенного Там потрясающая Любовная лирика Там юмор Там Там веселые песни Там природа Ну Я понял Что Мне это необходимо Донести до людей Рассказать людям Я понял Что вот наступил тот момент Когда я могу вернуться В то что я когда-то делал Раньше Совсем В самом начале Когда я только Вставил первые альбомы Потому что вот Он появился Достойный материал Который нужно Сегодня изобразить Отобразить Сделать музыку И показать людям Что сегодня еще есть Народное искусство Я приношу свои извинения Перед теми Кто пытается дозвониться К сожалению У нас проблемы С техникой В этом стыдно признаваться Но это факт Пока не очень получается Если вдруг нам удастся наладить Я об этом сообщу Не теряйте надежду Продолжайте Нажимать кнопочки Я просто знаю Откуда приехали ребята Они говорили Что все смотрят Я представляю Как ваши Земляки Сейчас пытаются Дозвониться И кстати У меня к ним Большая просьба Ко всем землякам После того Как появилась Одна из статей Ребята Очень переживали Да Вас там неправильно Представили Было такое явление Увы Меня для начала Представили вором Рецидивистом Которым я никогда Не был В комсомолке Аннушка Амелькина Исторопилась слегка Да Она немножко Там что-то Напутала Не совсем верно Понял Да и честно говоря Когда я давал интервью Я был не совсем трезвый Мог и я что-то Не так сказать Вот И в общем Такая вышла Так сказать Блиберга Ну не совсем трезвый Это как я понимаю Бывает Притом пьете Как русские люди Если уж начал Сам не закончил Естественно Ну Давайте тогда покажем Что не только Грустью жив Русский человек Но еще и Там радости Сколько хочешь Выходите-ка из засады Гитариста Красавица И покажем Аленку Которой Классическая Блатная песня Вот перед тем Как мы ее покажем Вот что такое Классическая Блатная песня Классическая Блатная песня На самом деле Древняя Русская Песня Которая родилась Очень давно На мой взгляд Истоки Блатной песни Идут От бродяги Байкал Переехал На встречу Любимой мать Родимой мать От стеньки Разина Который бросает За борт От А ты А ты И ухнем В конце Концов А я вот Как раз Сидел Думал Мы беседовали И решил Что блатная песня Это если угодно Первый русский Криминальный роман Для тех Кто не умел читать Конечно Потому что Что есть в классической Блатной песне Обязательное Конкретное преступление И о нем идет Рассказ Всегда есть лирический Герой Всегда есть Переживание То есть если угодно Это Первый криминальный Такой Первый криминальный Роман И Хакунин Который стал Впоследствии она переросла Как бы В более широкую Такую Ну скажем так Бытовую песню Начало 20-го столетия И до сегодняшнего момента Эта песня развивается Песня существует Люди поют В горе и в радости Ну что Ухнем Аленку Аленку да Хотелось бы Чтобы ребят подпели Они прямо оттуда нам Ребят Можете прямо оттуда подпеть Если хотите Можете выйти На сцену подпеть Как душа Скажешь Главное помните Что надо остаться В световом петь Мы тут А не оттуда Смешная песенка Веселая Аленка Пошли мы с Жоржиком На шухерное дело За бухгалейной лавкой Выставили стрём Аленка пьяная Смеялась и балдела А папиросы Наши гасли под дождём А папиросы Наши гасли под дождём А папиросы Наши гасли под дождём Сияли звёзды Словно краденые гроши Сорвала шляпой Наши ветром у реки Правила вспутали Потеру дяди Гоши Толкнули дверки, по дням воротники Толкнули дверки, толкнули дверки Толкнули дверки, мы по дням воротники Толкнули дверки, толкнули дверки Толкнули дверки, мы по дням воротники Гремела музыка, мелькали чьи-то лица Там польку бабочек плясали проера Георгий молнил продолжайте веселиться И улыбнувшись мы достали шпалера И улыбнувшись, и улыбнувшись И улыбнувшись мы достали шпалера И улыбнувшись, и улыбнувшись И улыбнувшись мы достали шпалера Но дядя Гош понял наше заблуждение И поскорее нас на кухню волок Или шаленка, обожая похождения Все хохотала и курила в потолок Или шаленка, или шаленка Все хохотала и курила в потолок Или шаленка, или шаленка Все хохотала и курила в потолок Нашли мы с Жоржиком на шухерное дело Хотя в делах обычно шухера не ждем Аленка пьяная смеялась и балдела А папиросы наши гасли под дождем А папиросы, а папиросы А папиросы наши гасли под дождем А папиросы, а папиросы А папиросы наши гасли под дождем А папиросы, а папиросы А папиросы наши гасли под дождем А папиросы, а папиросы А папиросы наши гасли под дождем Весело! Вот знаешь, я что хочу сказать? Можно два слова, да? Одно слово. Нужно. Вот приезжают ребята ко мне, из Сереповца. Мы начали работать. Я сказал, вот так и так, хочу петь песни. Понятно, проявился интерес. У нас у прессы, даже на одну телевизионную программу сняли интервью с ними. Ну, ребята были немножко веселе, волновались, когда ехали ко мне, естественно. Естественно, рассказывали всю правду, всю как есть. В газетах выходят статьи, выходят публикации. И создается образ воров, рецидивистов, каких-то бандитов, которые совершенно как бы вот на всю страну представляются люди. Которые на самом деле, вот они. Вот они, нормальные, трезвые, умные. Обаятельные, талантливые люди. Вот это я хочу сказать. С пользой случаем, что Владимир Шаловев дал мне возможность. Конечно, не надо людей чернить, когда они есть. Настоящие люди, представляющие свою культуру русского севера. Город Череповец, Вологодской области. Ребят, и я приношу извинения за такое обращение. Об этом обращении меня просили Саша и Володя. Так что я соблюдаю политкорректность. Насколько Ваша жизнь изменилась после того, как появился Шафутинский, который вовремя открыл тетрадочку? Не прошло и двух лет. Да лучше ты скажи. Да что сказать, жить захотелось. Такая была безнадёга, честно говоря, спивались. Самое страшное для талантливого человека, такого старника, я считаю, это ощущение своей ненужности. Понимаете, когда в холостую бег на месте, когда чувствуешь, что ты можешь быть полезен обществу, а тебя отвергают, тебя не признают. И тут вдруг, как говорится, случается чудо, и в руки Михаила Захаровича попадает его альбом, а уж Михаил Захарович знает толк и в песенных текстах, и в поэзии. Михаил Захарович в тот же день позвонил. Но это было невероятно. Не верили. Но, да. Но, тем не менее, это произошло. Деньгами-то помог? Конечно. Для начала дал миллион баксов. Причём мелкими кухнями. Это льёшь! Два вот таких баула вышло, мы на своих тощих горбах еле допёрли в Череповец. Вкратце ли на чердаке? Не веришь? Приезжай, покажем. Достаточно? Володя, я вот что хочу тебе сказать вкратце. Тем, что Миша Шуфутинский, вот мы с мая месяца стали его корешами, и я считаю очень близкими, и считаю, что на всю оставшуюся жизнь. И тем, что Миша Шуфутинский взялся исполнять мои песни, я этим счастлив и горд. Хорошо, сказал. А как люди относятся в городе? То есть подходят, говорят... Я знаю, сейчас проблема, потому что приезжают все, имеющие хоть какое-то отношение к зоне, забирают, говорят, давайте, читайте, поите, наливают. На это есть серьёзные причины. Дело в том, что, кратенько скажу, очень кратенько, в отличие от москвичей, не в обиду будет им сказано, наша глубинка, то есть настоящая подлинная Россия, с её традициями, с её слёзной культурой, с её лагерной болью, истоки которой идут с 862 года, когда гостомысл на озере Ильмень обосновал город Новгород и отправился, пригласил Рюриков нас охранять. А те через 400 лет нас на 300 лет сдали в аренду тем мужчинам. Это всё было, это всё мы помним, да? Вот оттуда пошла вот эта подневольная слёзная песня, которая вот уже тысячелетия рвёт наши сердца на часть. Ну, какой красавец, да? Понимаете? Понимаешь? Вот откуда истоки вот этой нашей катаржанской боли, наших слёз. Так вот, мы в нашей глубинке, к так называемому, как поробиста сейчас говорят, русский шансон. Для нас это народная песня. Знаешь, как это серьёзно? Это песня народа, песня росов, затем русов, затем русичей, затем русских. А не смущает, что уж путинские евреи? А затем уже россиян. Подожди, а не смущает, что уж путинские евреи? Ну, ладно, а ты знаешь что, коль зашёл разговор об этом, да? Вот если бы я был какая-то там величина в музыке, я бы, ну, известный там человек в стране, да? Имел там вес какой-нибудь в эстраде. Я бы вообще само название русский шансон, я бы его оспорил публично. Вот. Я с этим названием не согласен. Это неверное название. Всю жизнь я занимаюсь изучением блатной песни. Вот. И по моим наблюдениям, я глубоко уверен, что вот современная блатная песня, или как его называют русский шансон, она вся построена, современная, я подчёркиваю, на основе именно еврейской народной музыки. Современная блатная песня пошла с Мурки, с Одессы, 19-20-х годов. Мурка, НЭП, вот именно пошло всё оттуда. Вот с этой самой еврейской Мурки. И поэтому вот, повторяю, если бы я вот имел такое право, я бы оспорил название русский шансон. Он не русский, и я бы назвал его, конечно, еврейским тоже назвать, как-то не то, это евреев отделять от русских. Надо назвать наш родной. Российский шансон. Российский, ну теперь, давайте, как бы, когда поют, слова важны, и музыка важна, и песня вот прям, уж такая болезненная, так прям за душу берёт поезда. Ещё полуминуточки, позволь, я договорил про то, что вот у нас в Голубинке, в отличие от избалованной Москвы, опять же, не в обиду вам сказано, более серьёзное отношение к этой песне. То есть для нас это не только развлечение есть, для нас это драма, понимаете? Это настолько драматично. Ну, вы слышали сейчас «Белый снег», да? Ну, как говорится, не до вечера. Сейчас мы слышим «Поезда», и вот тут-то мы заплачем. «Поезда», да, она называлась в оригинале, у Саши она называлась по-другому, она называлась «Этапный перегон». Вот, я просто позволил себе, вместе с Игорем Зубковым, мы позволили себе как бы вольность, придумали припев, потому что большинство всё-таки блатных песен, они бесприпевные, они куплетные. Для того, чтобы как бы иметь какие-то приметы современного звучания, мы придумали припев. Короче, песня называется «Поезда» теперь, мы её споём сейчас. Угу. Приумолвали все кореша, и качнулся наш спецвагон, и она нары лёг, не спеша. На пути большой перегон, и притих пока весь этап, и мелькает вслед семафор. Поезда идут поезда, всё на северный, на восток. И мне кажется, никогда не закончится этот срок. Поезда идут поезда, всё на северный, на восток. И мне кажется, никогда не закончится этот срок. А мешки конвои все до дна, в каждой камере теребил. Но начальничек с подуна не особенно в зубы бьёт. В здешней публике по суду за украденный чемодан, Вечно писаный на роду, бритый на Гала-Магадан. Поезда идут поезда, всё на северный, на восток. И мне кажется, никогда не закончится этот срок. И заснул сосед, старый вор, и пора уже щёки брить. И погас давно беломор, но мне лень его прикурить. Я сочувствую всем больным, фраерам прощу их долги. Ах, зачем же я стал блатным, проиграл в буру сапоги? Поезда идут поезда, всё на северный, на восток. И мне кажется, никогда не закончится этот срок. Поезда идут поезда идут поезда, всё на северный, на восток. И мне кажется, никогда не закончится этот срок. Мы вернёмся к беседе с Михаилом Шапутинским. Извините, всё сегодня падает, включая телефонные линии, сразу после рекламы на канале ТВ6. Добрый вечер! В эфире «Соловьёная ночь». У меня в гостях Михаил Шапутинский. Приносим свои извинения. Сегодня, к сожалению, телефоны, ну, не хотят работать. Поэтому вы дозваниваетесь, а мы никак не можем вывести в эфир. Простите нас, пожалуйста, за это. Зато на одну песню больше спели. Но зато спели на одну песню больше, и тоже, конечно, приятно. Михаил, но ведь вы это гораздо больше, чем блатная песня, и душа всё равно просит и радости. Конечно, конечно. Я пою совершенно разные песни в разных жанрах, в разных стилях. Я практически пою то, что мне нравится. Я спел очень много таких песен, которые нравятся мне. И многие из них, моему счастью, нравятся тем людям, для которых я пою. И, как бы, многие из них вошли уже, ну, скажем, в любимые песни. Поэтому... А что по музыке должно быть, что привлекло ваше внимание? Ведь вы вошли не только как музыкант, но и как организаторы «Лейсы песни». Да, было такое. Это же тоже ваше? Конечно. А какая была самая популярная песня в «Лейсе песни»? Прощай от всех вокзалов. Уходят в дальние края. Ну, музыкопесник, где же ты была? Где же ты была? Лишь позже вчера нас судьба свела массу. У нас было 5 миллионов альбомов выпущено на фирме «Мелодия». Представляете, сколько бы я денег в Америке заработал бы, если бы это вышло? Ну, во времена у нравов в то время столько денег не платили. Ну, вот... И, кстати, вот меня всегда интересовала песня, которую сейчас мы услышим, «Сингарелла». Я наивно думал, что это неправильная «Синдерелла», а оказалось, что ничего подобного... «Сингарелла» — это... «Сингарелла» — это имя девушки в легенде. Это сербская песня народная. Потом именем этой девушки называли «Озеро», «Чёрное озеро», так называемое. «Черничава» там они по-герославски ещё пели. И когда-то ко мне попала такая кассетка сербская очень много лет назад. Потом были впоследствии придуманы русские стихи. Потом «Сингарелла» уже прозвучала и на арабском языке, и на греческом, и на армянском. Мы покажем на русском. Мы покажем на русском, да. Я спою туда «Сингареллу» вместе с вами. Ну, я постараюсь не сильно мешать. Станцуем, может быть? Ну, как пойдёт. Сингарелла, Сингарелла, Как глаза твои сверкают. Отчего стучит так сердце? Отчего оно так тает? Сингарелла, 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 Сингарелла. Под гитару в брызгах вины Я твоё целую тело, Страсть ползет дорогой длинной, Сингарелла, Сингарелла. Струны так любовь цыгана, Зазвучат мило и пряно, Лишь в объятьях атомата. Станешь от любви яной, Знаю я, так уж молод, Но ещё могуть мой молод, На колольня стонет звонка, Поль в руках моих девчонка. Сингарелла, Сингарелла, Сингарелла. Подогните, что ты даешь, И не встречsty, что crossing LOOK, Д它, на ранающем город. И ищите г doit. Когда-б готов на эфире с сат 카�ной с Rey, Сингарелла, 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 Сингарелла. Субтитры сделал DimaTorzok